Александр Лукашенко Александр Лукашенко отметил, что в Сочи были подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений. Их десятки. Однако на этой теме неизменно спекулируют в СМИ и различных интернет-источниках. В результате выводы так называемых экспертов практически всегда не соответствуют действительности. Отвечая на выдумки и вранье в разных каналах, я представлю себя, когда мы в такой абсолютно дружеской атмосфере подошли к итогам переговоров в рамках союзного государства. Я сказал, как мы видим это союзное государство. Мы, белорусы, живем в своей квартире. Она небольшая. И Россия, огромная Россия, живет, ну может быть не в квартирке, я сказал, а на всем этаже. И мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления. Мир настолько изменился, что это просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно, потому что, существуя как суверенное и независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система отношений будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношений отдельных территорий. Россия огромная, седьмая часть примерно суши планеты. А здесь мы рядом, практически одинаковый уровень развития, технологический, технический и так далее. И если мы захотим, мы сможем выстроить такую систему взаимоотношений. Президенты в Сочи подробно обсудили и так называемые дорожные карты сотрудничества. По большинству из них нет вопросов, можно подписывать прямо сейчас, но некоторые детали требуют доработки. В частности, для сближения налоговых систем. Над этим сейчас трудятся специалисты двух стран. Проанализировали и вопрос промышленной кооперации. А вот трансфер власти в Беларуси или предоставление Минску российского кредита президенты и не собирались обсуждать в Сочи. Это лишь чьи-то домыслы, ответил президент. Много вот сейчас, Роман, ты знаешь, писали и вякали по поводу кредитов. Никакой речи, никаких кредитов, даже речи не было об этом. И материалы не готовили для этого. Даже да, и в материалах у меня не было даже темы этой. Но откуда эта тема появилась? Когда мы задумались строить атомную станцию, и я тогда руководство России просил кредит, кредит, ну, это, естественно, практика. Если Россия в Египте, там, в Турции Акую, или же где-то в Венгрии они что-то достраивают, в Китае строят, они дают кредит под эту станцию, и потом этот кредит возвращается. Точно так и у нас. Во Вьетнаме они точно по этой схеме строили и строят атомные станции. И тогда я так по-дружески Путину говорю, слушай, если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, ну, допустим, на военные. Сколько мы сэкономили? Почему? Потому что, ну, наши рабочие подешевле мы делали. Тут логистика для того, чтобы перебросить определенные комплектующие и прочее. То есть это, естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, я сказал, если это не напряг для экономики России, мы будем использовать этот остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов там и более современной техники. Отторжения не было. Все, никаких никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно. В военной сфере Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск, подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, российская армия, одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было бы неплохо перенять передовые методики ведения боя у своих российских коллег, а также вместе с ними осваивать новейшее вооружение. Поддерживает такое взаимодействие и Владимир Путин. Новости из Армении, где не прекращаются волнения. Президент страны отказался увольнять главу генерального штаба. Это было уже второе ходатайство премьер-министра. Никол Пашинян, напомню, обвинил военных, которые потребовали его отставки в попытке госпереворота. Это спровоцировало очередную волну протестов. Митинги в Армении с требованием отставки Пашиняна не прекращаются с ноября после поражения в Нагорном Карабахе. Накануне премьер-министр заявил о готовности провести референдум и допустил возврат страны к полупрезидентской форме правления. Массовая вакцинация от коронавируса в Беларуси начнется в апреле. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения. Сейчас идет предварительная запись. Желающих привиться много. Как раз сегодня в Беларуси пришла еще одна партия российской вакцины. 40 тысяч доз второго компонента. Отмечу, препарат вводится в два этапа. Ждается еще одна партия, стотысячная. Кроме того, недавно в Беларуси доставили 100 тысяч доз китайской вакцины Синофарм. За последние сутки в стране 869 новых случаев коронавируса. В Минздраве говорят, заболеваемость пошла на спад. Экс-кандидат президента Светлана Тихановская вместе с доверенными лицами ее штаба готовились к захвату зданий сполкомов. В Следственном комитете сообщили о завершении расследования дела. Ведомство передало документы в Генпрокуратуру для экстрадиции Тихановской. По информации следствия, она вместе с людьми из своего ближайшего окружения готовились к массовым беспорядкам и захвату административных зданий в Гомеле. Чтобы осуществить план, искали сторонников среди бывших военных, спасателей милиции. Следственный комитет предоставил видео этой встречи. Как это все скоординировать, чтобы не получилось? Мы это сделаем. Суду же говорить не будем. Что касается Гомеля, мы на себя его берем. Что дальше? Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство. С целью подробного планирования и проработки вопросов своих дальнейших действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе и Тихановская. Участники встречи также говорили о выделении денежных средств на покупку газовых баллончиков, электрошокеров, раций и других необходимых вещей. Основных фигурантов задержали еще в августе, Тихановская пока находится на территории Евросоюза. Всебелорусское народное собрание прошло, но диалог продолжается. Делегаты встречаются с трудовыми коллективами. Сегодня генпрокурор пообщался с работниками кондитерской фабрики «Коммунарка». На знаковом форуме выработаны основные направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие 5 лет. С некоторыми сегодня ознакомились детально. Звучали и вопросы из зала. Сегодня людей беспокоит самое простое и насущное – это и трудовые отношения. Кого-то уволили неправильно, кому-то зарплату, как люди считают, неправильно насчитали. До самых глобальных вопросов – это и конституционная реформа, это и вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономики и социальной сферы. Шестое Всебелорусское народное собрание – это очень знаковое, важное мероприятие. И очень важно до каждого донести те основные вопросы, которые обсуждались. Коснулись и событий прошлого года. Генпрокурор заявил, Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Была предпринята попытка госпереворота. На нашей стране опробовали новые радикальные формы цветных революций. Но государство выстояло, а правоохранительная система показала свою стойкость, резюмировал Андрей Швет. В Нигерии освобождены более 300 школьниц, которых ранее похитили боевики. Сейчас жизнью девочек ничего не угрожает. Похищение произошло в ночь на 26 февраля. Преступники, переодевшись в форму сотрудников службы безопасности, напали на школу-интернат и похитили 317 воспитанниц. На поиски детей бросили полицию и Федеральные силы безопасности. Эта история с похищением не первая. Вооруженные группировки воруют детей ради выкупа. Был ли он выплачен, на этот раз не сообщается. Кузница силовых кадров. Глава администрации президента Беларуси встретился с руководством и курсантами Академии МВД. Сегодня это один из ведущих вузов страны. Готовит сотрудников для Министерств внутренних дел и обороны, комитетов госконтроля, следственного, пограничного и других структур. В Академии МВД сейчас более 1600 курсантов. Ежегодно средний конкурс до пяти человек на место. При этом для поступления, помимо знаний, студенты должны обладать хорошими физическими навыками и быть психологически устойчивыми. В соответствии с запросами времени в вузе открывают и новые специальности. В прошлом году здесь впервые выпустили специалистов в борьбе с киберпреступлениями. Я не побоюсь этого слова, мы уникальный вуз в этом смысле в республике. Больше нигде такой подготовки нет. И поэтому первый выпуск у нас как раз в 2020 году и состоялся. Можно сказать, что мы в данном конкретном случае шли чуть-чуть опережая время. Наши курсанты тоже принимают активное участие и охраняют общественный порядок в ходе и спортивных, и массовых, и культурных зрения, и, конечно, политических событий. Сегодня очень важно иметь такую кузницу кадров, собственную, национальную, которая готовит высокообразованных граждан, достойных офицеров. И события лета, осени прошлого года показали, что сотрудники орган внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи, пресекали массовые беспорядки, реагировали, приходили на помощь людям. Неизменный девиз Академии готовит специалистов не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Своими программами ВОЗ делится с другими учреждениями, не только Беларуси. Академия сотрудничает и обменивается опытом с более чем шестью-десятью профильными учебными заведениями разных стран. Громко праздничные подзвуки оркестра в Гродно в преддверии Дня милиции состоялся парад. Торжественным маршем сотрудники органов внутренних дел прошли по центральным улицам. Готовились почти месяц, репетировали. В строю только лучшие участковые инспекторы, оперативники, сотрудники ГАИ, ОМОН и Департамента охраны. Всего около 300 участников. В праздничной колонии и техникам, патрульные машины, мотоциклы, а также ретроавтомобиль, жигули в желто-синей раскраске. Милиционеры возложили цветы к вечному огню. Закончился парад награждением лучших. События прошлого года показывают, что органы внутренних дел справились с поставленными задачами, обеспечили порядок, стабильность на территории наших городов и сел. Ну а традиция марша демонстрирует мирное отношение своих органов внутренних дел к своему населению, своему городу. Парад в честь Дня милиции исключительно гродненская традиция. Так здесь встречают профессиональный праздник уже больше 10 лет. Продолжение следует... Продолжение следует...